Дорогие друзья, уважаемые товарищи! 9 мая, в день 70-летия победы над фашизмом, бессмертный пол, которым питался 12 миллионов наших заотечественников, прошел в единой колонне от Владивостока через Красную площадь по всей стране. Он объединил живых и мертвых, молодых и пожилых в общем порыве защиты нашей великой победы и нашего достоинства. Впервые все вместе встали и сказали, нет политики разрушения, да здравствует наша общая воля к новым победам. В этом бессмертном полку особое место занимали и занимают те, кто защищал советскую власть в октябре 1993 года. Они защищали нашу народную власть, которую Ельцин своей комарилий решил утопить в крови. Они защищали нашу народную собственность, которую потом Чубайсом под руководством американских ЦРУшников распродал меньше 3% реальной стоимости, и казна оказалась пустой, где не нашлось денег ни на зарплаты, ни на пенсии, ни на стипендии. Они защищали социальные завывания, право на бесплатное образование, рабочее место и право на достойный отдых, которые потом были растоптаны, и каждый из нас это ощущает сегодня. Они защищали нашу победу и общую нашу историю, и мы сегодня пришли поклониться их светлой памяти и мужеству. Все те, кто воевал в Великой Отечественной, все те, кто защищал советскую власть в октябре 1993 года, это наши национальные герои, и мы не только будем их помнить, но и последовательно проводить политику, связанную с нашим единством, единством во имя новых побед и светлого будущего. Прошло 22 года. Если взглянуть на эти годы, после октября 1993 наступил дефолт 1998, когда финансовая пирамида, выстроенная теми же самыми либералами, которые призывали раздавить гадину и удушить коммунизм, удушили, по сути дела, наши финансы и экономику, рухнуло практически все. И тогда, спустя 6 лет, Ельцин вынужден был разговаривать с нами, Народно-Патриотическим Союзом, и мы ему прямо заявили, лишь левоцентрическое правительство во главе с Примяковым, коммунистом Ислюковым и талантливым банкиром Херасченко способно оттащить страну от края пропасть. Тогда впервые было сформировано правительство, и оно сумело за месяц потушить финансовый пожар, за три месяца подготовить программу вывода промышленности села из кризиса, и за год дали прибавку только промышленности 24%. Казалось бы, выстроен новый курс? Нет. Это правительство не понравилось олигархии, и они и все сделали, чтобы сместить его. 7-8 лет на страну при Путине лился золотовалютный дождь. Казалось, вот у вас гигантские ресурсы, 600 миллиардов долларов, вложите в промышленность село, в машиностроение, в науку, образование, вложите в молодежь и самых талантливых людей, и вы получите колоссальную отдачу. А нет, деньги расползлись, и снова в восьмом году новый кризис. Не прошло пяти лет, и очередной обвал. Рубль отощал вдвое, промышленность провалилась, село стало деградировать, а наука и образование, покрытое всякими ЕГЭ, деградирует еще больше, чем и в предыдущие годы. Сегодня вдруг всем стало очевидно, что либеральный курс, протоптанный Ельциным Гайдаром, для России смертелен. Что у нас нет союзников с океаном, мы для них не партнеры, а клиенты, с которыми можно поступать как угодно, поджигая войну на Украине, обкладывая нахсанцами и продвигая натовцев под самые наши границы. Стало очевидно, что лишь новые курсы, новая политика могут обеспечить России будущее. Стало очевидно, что если сдадим последнего союзника на Ближнем Востоке Сирию, то все южные подбрюжья России от Гималаев до Средней Азии могут вспыхнуть и побегут миллионы беженцев уже не в Европу, а в Российскую Федерацию. И тогда было принято решение открыть военную операцию в Сирии. Давно надо было официально заявить, что мы поддержим всех, кто борется за нашу независимость. И мы все сделаем для того, чтобы братская Украина освободилась от нацистско-бандеровской власти и их американских покровителей. Неуверенность и решительность во внешней политике особенно ярко просматривается во внутренней. Внутри, в экономике и финансах, как был либеральный курс, так и продолжается. Как обесценивались деньги, так и продолжается. Как не строились современные наукоемкие предприятия, так эта политика и продолжается. В результате на сегодня нет ни одной отрасли производства, где бы была прибавка. Нет ни одного нового суперклассного завода, которым можно было гордиться. А то, что строят с помощью западных специалистов, это скорее для отверточной сборки. Ей можно научить любую обезьяну. Но завтра вам не поставят два двигателя, и ваше производство становится немедленно. Мы предложили новую программу, программу современной индустриализации. Мы подготовили новый закон образования для всех, который гарантирует каждому молодому человеку вплоть до высшего бесплатное образование и первое рабочее место. Подготовили закон о торговле, который не позволит обирать граждан и баснословно повышать цены. Мы подготовили закон, который позволяет 12 миллионов детей войны получить такие же льготы, как имеют участники войны. Мы все перед детьми войны обязаны по гроб жизни и все сделать должны для того, чтобы в новом сезоне этот закон прошел в первую очередь. По сути дела, готова программа возрождения страны, которая сегодня получает отклик во всех аудиториях. Программа, за которую боролись герои октября 1993 года. Эта программа сегодня реализуется на народных предприятиях. Наши народные предприятия и в Мариэлу, в Подмосковье, и на Ставрополье, и теперь в Иркутской области стали даже в этих условиях лучшими предприятиями страны. Наш опыт внедрения этих предприятий поддержан недавно в Иркутской области. В Иркутской области впервые на выборах, честно, достойно, победил наш губернатор Левченко. Давайте ее сегодня поздравим, передадим привет и поблагодарим всех иркутян, которые доверили нам управление крупнейшей в стране областью, которая больше Италии, Англии, Португалии и Голландии вместе взятых. У нас с вами есть уникальный опыт борьбы и побед, есть опыт мужественной защиты советской власти, есть уникальный опыт борьбы в современных условиях. Наш народно-патриотический союз, который питал лучшие силы Компартии, всех, кто верен идеалам октября и нашей победы, идет к новым выборам, которые состоятся в следующем году. Для нас путеводной звездой будут победы наших отцов и дедов, будет мужественное сопротивление героя октября 93-го года. Мы уверены, что красное знамя октября и победы будет поднято над Россией, и мы гордо и уверенно его пронесем. Да здравствует герой октября! Вечная им слава и память! Ура!